Добрый день, друзья! Меня зовут Бутом и Никита. Я продолжаю наш разговор про второе внимание. И тех людей, и те объекты, и те сущности, как угодно называйте, которые скрыты у нас в нашем тонале. Итак, у нас есть тональ. У нас есть освещенное место у костра, где расположены все наши вещи, предметы и явления, с которыми мы оперируем в нашей жизни. Точнее, не предметы и явления, а их образы. Их образы, которые мы думаем, мы знаем, кто они. Это некоторые такие логические коробочки. Это некоторые, если хотите, программы, которые наш мозг, которыми наш мозг заменил реальные объекты. И эти реальные объекты, они стали для нашего мозга ясными и понятными. Что такое для нашего мозга? А эти два парня, один из них тот, кто смотрит на окружающий мир, тот, кто смотрит на тональ, на эти предметы, на костер, на освещенное место. Это тот мир, в котором мы оперируем. И опять же, скорее всего, это реальный мир, который мы заменили программой. Знаете, как покрасили траву, как это бы сделали военные? Вот трава была разная, она была иногда грязная, и запачканная кровью, и запачканная следами собок. И вот мы, солдаты, внутри нашего ума взяли и замазали эту траву зеленой краской, и она стала одинаковая. Так проще. Мы оперируем не в реальном мире, мы оперируем в тонале тоже объектами, приближенными к реальному веру. Насколько приближенными? Настолько, насколько нам это необходимо. То есть мы берем вот этот объект тонального мира, рюкзак, мы его берем, надеваем на себя, мы кладем туда вещи, и этого достаточно. Эта вещь нам нужна для того, чтобы переносить другие вещи к нём, а то, что этот рюкзак, допустим, может превращаться в ковёр самолёта летать, мы об этом не знали, да? И мы об этом никогда не узнаем. И нас это не волнует. То есть мы огрубляем вещи, реальные вещи. Для нас в тонале это просто утилитарные объекты. И так в тонале сидит человек, который смотрит на этот мир, реоперирует в нём. И сидит второй гай, который смотрит на первого и говорит, слушай, ты Никита, слушай, ты Миша, ты Оля, ты Петя, ты вообще классный чувак, у тебя плохое настроение, не знала пока, о чём они разговаривают. Они разговаривают. И вот эти два парня создают наше сознание. Но ещё наше сознание создаёт нечто, которое расположено на границе тоннеля. На границе тоннеля у нас положено на гваль, то есть необычное, в вещах, которые мы видим вокруг. И вообще незнакомое нам. И никогда не узнаваемое нам может быть. И там ходят наши проекции, наши части из нашего якобы подсознания, то есть что-то из нашей психики, что нам неведомо, оно ходит там и зыркает, зыркает на этих парней, потому что эти парни, которые сидят в центре, они очень интересны. Они могут назвать, они могут дать имя этому тому, кто неизвестен. Потому что то, что ходит, и то, что неизвестно, оно совершенно не гордо тем, что оно неизвестно. Она хочет получить имя, она хочет что-то знать о себе. Вот Дух Божий носился, пардон, над водами, потому что ему хотелось что-то знать о себе. Может быть, в свисте ветра, который он создавал, он мог услышать что-то, что потом навеяло ему своё имя. Потому что кроме него, его имя никто не мог произнести, а тут сам воздух произнес его. Так же это существо, оно хочет что-то знать о себе. Его страшит костёр, его страшит освящённое. Освящённое. И его даже часть, которая повернута к костру, она тоже освящена. Это его тоже страшит. Он боится быть узнанным, хотя он не знает, кто он. Он боится, он страшится, и он всё равно тащится от этого. И это совершенно объективный процесс. И более того, этих товарищей, которые ходят вокруг тонали, их может быть несколько. Это всё, о чём я говорил в прошлый раз. И я буду потихонечку, потихонечку, просто шаг за шагом, по чуть-чуть приближаться к чему-то. Потому что я сам не знаю, вообще, куда я иду. Вот реально. О чём я хотел сегодня поговорить? О том, что все психические нормы и все психические нарушения могут быть описаны вот этой картиной у костра, с вещами, с двумя людьми, и с нагвалем вокруг них. Ну, смотрите, если, допустим, ссорятся и вступают в непримиримую вражду два человека, то тот, кто смотрит. И тот, кто смотрит на смотрящего, то создаётся шизофрения, создаётся раздвоение личности. Потому что, во-первых, тот, кто смотрит, он не помнит, что он видит, или помнит не всё. Потому что он помнит, что он видит, только когда он помнит, что это он, Никита, видит. Когда Никита, имя, соединяется у него с видимой картиной, тогда идёт запись. Без этого запись не идёт. Запись прощёлкивается, видеоряд уходит, и он просто уходит никуда, он не помнит этого. Это всё под знаками вопроса, это всё вопрос-вопрос-вопрос. А что происходит тогда, когда второй, который называет его по имени, засыпает, или что-то с ним происходит, он впадает в какое-то кататоническое состояние, и он не помнит, кто перед ним, он не может назвать его, тот видит, но он не знает, кто он. Техническое нарушение. А давайте подумаем, если вот эти нагвальные сущности, нагвальные части нас, которые расположены якобы в подсознании, на самом деле, вот они на границе известного и неизвестного, они стремятся узнать что-то о себе, они стремятся к интеракции друг с другом. раз, потому что они не видят друг в друге врага, они чувствуют, что они все вышли вот отсюда, из нас. Априори они не чувствуют врага друг в друге. Но вдруг они рассорились по какой-то причине. Психическое нарушение. А если они начинают окликать и ссориться с теми, и пугать тех, кто сидит у костра, а мы говорили, что они, эти товарищи, которые ходят такие, может с рогами, да, вот по этому кругу между Тавманалем и Нагвалем, они на самом деле должны быть нашими защитниками. А что если они будут пугать тех, кто у костра? И те, кто у костра заползут в палатку, да, это аутизм. Заползли в палатку. Я вот фантазирую сейчас просто вот на голом месте, понимаете, из ничего. Просто очень удобная картина. Она достаточно сложная, достаточно динамичная, в ней достаточно много игроков. Для того, чтобы объяснить очень многие не то, что психические нарушения, а их динамику, от чего они произошли, и как они будут развиваться, и, соответственно, как их можно купировать, или что с ними можно сделать. Смотрите, как интересно. Смотрите, как много это может дать, и подумайте об этом. Может быть, какие-то мысли придут вам в голову. Спасибо. Сейчас я это тоже самое скажу на английском языке, как я привык это делать. My dear friends, my name is Domo Nikita, and I am who are continuing to talk with you about the second attention, and as we all agreed later, there is tonal and there is nagwale. The tonal is aria, the lightning area, where two persons are sitting, situated, and existing. These two persons are ourselves are the part of ourself, are the part of our conscience. One part is watching on the spreading, lightning and known to him world, which contains with known subjects, with the known stuff, with the known things, with which he is operating with, he is dealing with. And he, who is watching on this lightning area, is absolutely content with that knowing, and he is content with his feeling that he is known the world who is spreading, which is spreading around him. This world is not to be afraid for him. For example, he hangs the bag and put all stuff in that bag and hang this bag on the shoulder and walk somewhere. And that is the function of bag to this is the function of the bag is to carry some things and that function is very convenient to the first person and it fit to it to be fitted to the first person to carry the thing and that person doesn't know maybe the bag can fly or may the bag can sink may the bag be a magic thing maybe all the things which which are situated around us are magic things and possess magic abilities we don't know it because we are not needed to know it we are not needed that magic things we need only for bag to carry the stuff so it carries the stuff yeah and we have described that picture with the tunnel in the center and the nagval in the in around the center in the corners of our world and which were not described is interaction between the two person who is sitting in the center and watching on fire and interact with each other on what subject are they interacted in and we have not described the interaction between the strange figures strange creatures which are walking in the corner of the known world the corner of tunnel and which is originally from our unconsciousness subconsciousness and which is originally our our part a part of us which is very very interested to know their name to know who they are and that is why they were interested to be noticed by two guys who are sitting in the center they are wanting to be noticed by two guys they are wanting to know what is they are and they are wanting to consider the small part of their body who is now enlightened by the fire because that is our ways that is our destiny that is the destiny of the part of Nagval of any part of Nagval consider we the part of Nagval from us or any other part of Nagval or the part of Nagval of any part of the world around us any part of Nagval is willing to know a bit about self no it's it's part of Nagval it it creature it it creature of Nagval begged the universe begged us to say something about her about it about him because that is that is her way that is her way to 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 change in a way to know something about him about her almighty god which was flying in the skies and did not know his name and ask herself for his name and he he is only hear the sound which which was created by his flying and this sound may remark may remind him may get him his name Yahweh 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 maybe maybe it's only it's only my imagination I only have to say that every part of universe is willing to know something about her that is that is that is her destiny so we may consider all psychological injuries and psycho illness that way to use that picture with the two person sitting in the center of the known universe and some strange figures from us who is walking who are walking in the corner in the margin of that known universe and the unknown universe who is sitting around that lightning circle and interaction or maybe disinteraction and arguing and wars about that part of ourselves the two guys who are sitting near the fire and the strange figures who are walking around the lightning area that all that interaction may be a cause and may be explanation of illness psychological illness it was the cause it was the reason it was the outcomes it was the way to heal think about it thank you very much bye